Как известно, Николай Второй отрёкся от престола за себя и за сыном в пользу своего брата Николай Савдина Михайловича. По расхожей весе Николай Александрович отрёкся от престола в пользу мирового правительства, дальше большевики и так далее. Но следует обратить внимание на сам текст акта Николая Александровича, там нет отречения. То есть он говорил, Николай Александрович, что я готов восприять верховную власть лишь в том случае, если такова будет воля великого народа нашего, которому в учительном собрании держится на этом расправлять был закон государства российского. То есть Михайлович Александрович не отрекался от престола. И в его лице, собственно, и весь том роман, который насчитывал более 80 человек, ну согласно закону престола наследия Павла I, все они так или иначе имели какие-то права на власть взяли. Так вот, Михайлович Александрович не отрекался от престола, и Дом Романовых, соответственно, не отрекался от престола. И вот в этой ситуации, собственно, у меня научный интерес так или иначе и возник, все мои исследования, как в этой точке повел себя, в этой исторической ситуации повел себя высший орган церковного управления, святейший правительствующий Синод. И вот, собственно говоря, плод моих изысканий заключается в том, что я увидел, что вы по документам, по архивным документам, по материалам переводники, на самом деле основная часть опубликована в Церковном Центральном Журнале Церковной Ведомости. Значит, Синод предпринимал не максимум свои компетенции, приложил не максимум своих усилий, чтобы снять вопрос о монархии с повестки дня в общественно-политическом сознании православной пасхи. Если говорить, понятно, о всех нас, о членах правомонархических партий, то в позиции Синода строится секрет, ну, как бы секрет или загадка, что правая партия в советской власти обвиняли, что вот у них, значит, там все прогнило, насколько прогнило, что там, впервые, когда там, после февральской революции, сразу там правые партии куда-то дели, все растворились, в очень мужских небытиях, а сколько, значит, все прогнило, самодержавец прогнило, правая идеология, значит, чтобы там было снять какие-то областные. А на самом деле, в корне всего надо искать позиции того же самого святейшего правительственного Синода. Поскольку у всех, во всех программах правомонархических партий в той или иной степени говорилось о послушании православной церкви, о послушании священначальников. И если в самом священначале, в первые дни марта, через 17-го года, отреплось от царя некорректно говорить, вообще фактически сверху за царство власть от института, то, соответственно, неправая партия, я поясню, что такое сверху за царство власть, неправая партия, в принципе, разошлись за святое послушание и, можно сказать, по благословению. То есть они лишились под собой идеологической почвы. То есть если монархия ушла, в смысле, если Синод, высшего органа церковного управления, отказался от монархии, объявил дом Романовых царства вошим в прошедшее время, и когда дом Романовых, из чего он начал, он не обрекался от престола, а Синод уже 6 марта, в том числе, все царство вошим в прошедшем времени дом. То, соответственно, идеологическая почва под правовыми партиями выбилась, была выбита, ну и, в общем-то, все это растворилось дальше примерно, так сказать, судьба всего известна. Ну, не буду останавливаться на комплексе действий Святейшего Синода, ну, конечно, стоит упомянуть, что исчез даже молитвенный звук о царе, о царской власти, уже начиная с 7-го, точнее, с 6-го, 7-го, 8-го, 9-го марта была серия определений Синода, и дальше тоже, на то, что они принимали на сей счет определения, то всюду, где надо было упоминать царя, не надо было упоминать царя, всюду упоминание о царской власти было уничтожено. Если говорить уже не с исторических позиций, а с таких уже историсловских, или, лучше сказать, даже с точки зрения эскатологических, что касательно удерживающего, что не придет антихрист, доме же не будет отряд от среди удерживающих. Так вот, в богослужетных чинах русской православной церкви на 99,9-х в периоде, там осталось, на двух словах, в двух местах, где-то, упоминание царской власти, и оно было потом все равно уничтожено, в тропаре, я имею в виду, Георгий Победонский. Так вот, в первых числах марта 17-го года с уст православной церкви исчезло молитвенное упоминовение царской власти. Тем самым, из РПЦ, ну, не из РПЦ, из уст церкви, из, скажем так, мистического духовного молитвенного тела, быток был отъят удерживающий. Ну и, соответственно, было открыто, соответственно, как мы знаем, врата антихристов. То есть, дом живого отъят удерживающий, не придет человек из законе, а сын погибел. И вот уже, переходя к современности, конечно же, вот правильно Владимир Николаевич поднял вопрос о сергеанстве, там, расхожей версии 27-го года, и правильно сказал, что на самом деле плоды сергеанства, точнее говоря, корни, надо искать, не корни, точнее говоря, главные, так все-таки, плоды, это не 27-го года, следствие законоверное, 17-го года. Конечно, надо вести отчет от марта 17-го года. И, в общем-то, вопрос, понятно, что он неразрешим с точки зрения истории, в общем, дискуссионный вопрос. Не исчезла ли русская православная церковь в 17-м году? Не впала ли она в ересь? Вопрос дискульсионный, понятно, но, тем не менее, значит, есть кое-какие свидетельства, что нынешнее, я уже перехожу по технологии, по современности, что нынешняя РПЦ московского патриархата, она сама не считает, что она наследница ПРЦ, то есть до революции до 17-го года церковь называлась православная российская церковь, то есть русская православная церковь, это сталинское название с 43-го года версии. До революции была православная российская церковь. Так вот, что дает основание выражать, что РПЦ это не ПРЦ, не одно и то же, далеко не совсем не одно и то же, чем ПРЦ. РПЦ стоит открыть устав, ныне действующий русской православной церкви. Если у кого-то интернет есть, меня можете проверять. Глава 1, пункт 4, устав ныне действующий РПЦ, повторяю, там основание деятельности для церкви, значит, двоеточие по пунктам, священное писание, священное предание, правила апостольские, правила там, дальше идет правила, ну, соответственно, канон святых отец, это все первое тысячелетие, понятно, христианство. Дальше идет постановление поместных и архиерейских соборов, а поместные соборы это уже 20-й лет, потом уже до земских соборов, ну, короче говоря, то есть это уже 20-й лет начинается. Постановление поместных и архиерейских соборов, указы, постановление священного синода, патриарху Московской и священного синода, точка. То есть, а священный синод, это не святейший синод, потому что, то есть, встает вопрос, иными словами, значит, в основании деятельности упомянуто акты первого тысячелетия, упомянуто то, что, ну, грубо говоря, с 17-го года, если иметь память с собой с 17-го года, а где весь императорский период? Где постановление, там, императора о церкви, и где постановление указа святейшего правительствующего синода? То есть, священный синод упомянут, а святейший нет. Чем отличается святейший от священного? По умолчанию считается, что это, мол, действовать одно и то же. На самом деле, абсолютно не одно и то же. Потому что святейший синод, он основан, как известно, императором Петром I в 1721 году, в январе месяце, и он прекратил свое существование постановлением поместного собора 17-го года с, не помню, какого, января 18-го года. То есть, прямо поместный собор постановил, что все, святейший синод прекращает свое существование, его полномочия перераспределяются между двумя, тремя принципиально новыми органами, между Патриархом, между Высшим Церковным Советом и Священным Синодом. Так вот, Священный Синод, который был образован поместным собором в декабре 17-го года, то есть, с декабря 17-го года по январь, то есть, месяц примерно, но тем не менее, существовало два синода. Был святейший правительственный синод, императорский, и поместный собор сформировал священный синод, и между ними никакой принципиции нет, что, дескать, когда он переобозначили, был святейший, стал священным. То есть, священный синод, это принципиально новый орган, созданный фактически с нуля. То есть, это корнями он идет с поместного собора. Таким образом, то есть, ныне действующая православная, то есть, РПЦ фактически признает, что никакой юридической преемственности между ПРЦ дореволюционной до 17-го года и РПЦ, ну нет, нет ее преемственности. То есть, на словах, конечно, да, что там духовенство говорит, что у нас тысячелетняя история, вроде как все по умолчанию так считают, что вот, открещение, там, принять, открещение у символ, но, согласно самим документам, уставу РПЦ, это все-таки, ну, сами понимаете, основополагающий документ, это преемственности нету юридической. И, собственно, если обратиться к практике, ну, уже, так сказать, не на базе, там, юридического этого главного документа, а просто в обиходной практике, например, исполняется, или хотя бы кто-то вспоминает ли целый комплекс или там пачку императорского законодательства церкви. Императорского, а на самом деле, вот в учебниках церковного права, например, говорится, опять же, как-то кончил там Цыпина, в Цыпинском учебнике, что, дескать, императорские, вот, собственно, императорское законодательство церкви, оно, если законы не были, мол, как мне говорится, не актуализированы синодом, ну, короче говоря, если они не прошли через синод, вот эти законы императорские утратили свою силу, вот законы церкви. Но дело в том, что, ну, я сейчас занимаюсь, у меня новая тема, вот, священство царствия, я сейчас занимаюсь порядком наследования личного имущества монашествующих, там, в середине 17 века, до ныне. Так вот, все законы я протралил, вот, касательно вот этой моей узкой проблематики, порядок, в общем, каким имуществом монахи могут иметь, там, разные категории монашествующих, ну, это отдельный разговор. Короче, все эти законы преданы полностью забвению. То есть они не отменены, никто их не отменял, просто, и вменили просто-напросто ни во что. Ну, пример. Вот с соборного уложения Алексея Михайловича, то есть это 1649 года, в законодательстве российском многократно повторялось, что монахи не могут иметь недвижимость, иметь, владеть, там, и, там, продавать, покупать, завещать. То есть монахи недвижимость, это просто несовместимое, так сказать, просто, если монах, то у тебя с недвижимостью ничего общего быть не может, так сказать, в юридическом отношении, право, никаких прав нет. Относительно движимого имущества, там, да, были, значит, там, так называемые духовные власти, от игумена и высшие, они могли, и хотели бы, ну, вторая дала, значит, там, право завещать свое личное имущество, но по себе право, значит, как-то ограничилось, и фактически ограничилось только лишь археями, если говорить, там, к началу 20 века. То есть, иными словами, есть церковные акты, все они прошли через сенот, что монахи не могут иметь право, никакого с недвижимостью вообще ничего, в общем, иметь. Кто сейчас вспоминает это право? Вообще никто и никак, не право, а точнее говоря, запрет для монахствующих владеть и приобретать, и так далее, с недвижимостью. Никто не вспоминает. Эти законы никем не обменены. Другой пример. По православным канонам, это уже каноны, соответственно, ну, первые, с черепи, понятно, по канонам епископ перед рукоположением должен объявить свое, то есть кандидат в епископы, должен объявить свое личное имущество. Вот этим имуществом он может распоряжаться по своему усмотрению, там, продавать, завещать и так далее. Но все имущество, которое он приобрел после своего рукоположения, это принадлежит церкви, причем безоговорочно, без всяких исключений. То есть, иными словами, по канонам должна проводиться грани между имуществом. То есть, у кандидата при рукоположении должно быть, так сказать, подача, ну, условно, это здесь нынешний язык, подача декларации о собственности. Кто вспоминает об этом? Никто не вспоминает. Так вот, собственно говоря, это к вопросу о том, по поводу преимущественности. То есть, законы православной Российской Церкви духовенство РПЦ вменило просто не во что, и даже в базовом документе в уставе тоже, так сказать, вообще не упоминается. Таким образом, на самом деле, встает вопрос, РПЦ это действительно церковь православная Российская, или это просто сталинское детище, ну, известная точка зрения, так сказать, от зарубежной церкви, что там Сталин основал московскую патриархию. Так вот, есть веские доводы полагать, что нынешняя РПЦ, увы, 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 это не та церковь, которую мы, в общем-то, так сказать, на самом деле, полагаем и считаем, к сожалению. Встает много вопросов, в общем-то, опять же, если возвращаться к проблеме священства царства, потому что здесь, конечно, все кроется, то есть, почему духовенство поддержало, точнее, опять же, некорректно? Это духовенство. То есть, приняло одну из ведущих ролей в стержении монархии. Почему? То есть, не просто поддержало февральскую революцию, не просто, значит, так сказать, как-то пошло вслед за временным правительством легко и просто и благословивало революционеров. Нет. Дело в том, что, проводя, значит, скрупулезные исследования, я обнаружил, что во многом Синод бежал впереди временного правительства, то есть, впереди паровоза революции по многим пунктам. Ну, например, ставленническая присяга, так называемая. То есть, как известно, есть общегражданская присяга, ну, была верноходническая присяга, которую приносили все поданы. Когда, значит, ее, понятно, никто не отменял в 17-м году и позже, кстати говоря, временное правительство ввело новую присягу на верность государству российскому и на верность самому времену правительству. И в этой присяге говорилось о том, что временное правительство временное и будет в учрительных... То есть, ну, например, я близко к тексту передаю, что, значит, каждый делал, что я обещаю быть верным какой-то там российской державе и временному правительству доколе учрительное собрание не установит образ правления и новых законов государства российского. То есть, я обязуюсь быть верным до того, как... А дальше возможны вопросы, возможно, выбора формы правления. То есть, дальше возможны варианты между монархией или между... в той или иной форме, или республикой в той или иной форме. Так вот, в ставленческих присягах значит, одно дело гражданская присяга, другое дело ставленники. Ну, я, кто не в курсе, просто, значит, что перед рукоположением в разные степени священства, то есть, там, дьяконство, священничество, епископскую степень священства, там приносят еще отдельные свои церковные присяги. И в них составной частью входят присяги на верность властям. Так вот, в присягах для дьякона, для священников, которые установил Синод, там ничего не говорилось о возможности выбора формы власти. Просто обязуясь, там, подчиняться времену правительству. Ну, и фактически точка. То есть, то есть, получается, что временное правительство в своей присяге в общей гражданстве говорило, что возможность выбора формы, вопрос о власти оформленной власти открытой. То есть, Синод уже, так сказать, так не считал, что вот у нас есть республика в той или иной форме, то есть, пусть народ выбирает, какая из республики больше, так сказать, по сердцу, а мы благословим любую власть, лишь бы она была, так сказать, ну, как-то расположена к православию, к православной церкви. Так вот, в чем заключался революционный мотив, что духовенство, точнее говоря, если говорить конкретно, святейший правительский Синод, именно так, занято именно такую позицию в плане свержения монархии. Духовенство видело в царе своего харизматического конкурента. То есть, это вопрос уже о высших материях, скажем так, потому что, дело в том, ну, конечно, православные империи или православное царство в большей степени выстраивалось во многом как образ царства небесного. Но в царстве небесном, ну, понятно, что Иисус Христос, он, то есть, в личности Христа, он, Иисус Христос, он великий царь и великий архиерей. То есть, в личности Иисуса Христа сводится, царство священства сходится воедино. Так вот, встает вопрос, царство земное, образ царства небесного, то кто на земле является образом Иисуса Христа? Царь или патриарх? Ну, понятно, что в период империи не было патриарха, ну, по известной причине, что Петр I произнес, вот она проблема священства царства, то есть, патриарх, или там, архиерей, в условиях, значит, отсутствие патриарха, что вот архиерей, в 12-мой церковь обезглавлена, а, где сказать, царь, император, значит, он разурпировал власть и захватил там власть в церкви и, соответственно, поработил, то есть, церковь русская порабощена. Так вот, собственно, мотив-то у них какой был? Чтобы не было царя, но был патриарх. И очень-то по результатам 17-го года что имеем? В марте не стало царя, точнее говоря, царской власти, и уже в ноябре появляется патриарх, что появляется патриарх? Вопрос, кому это выгодно? То есть, понятно, выгодно духовенству, то есть, чтобы он, так сказать, был духовный монарх, чтобы, соответственно, люди объединялись, ну, то есть, как системообразующие, там, стержни или точка. Раньше-то вокруг царя было объединение, там, народы, идеологии, все выстраивалось вокруг царской власти. А после того, как царя не стало, вот появился другой центр, и объединяются люди вокруг патриарха, вокруг церкви. Но опять же, вот вопрос, кому это выгодно, чтобы стать, там, центром, в целиную точку. Понятно, что это, кстати, духовенство – патриарłos. Так вот, а на самом деле, в общем, что духовенству не устраивало? Не устраивало участие царя в делах церковного управления, потому что духовенство благочестия духовенство специального злоба кчете духовенство понятно за может же од�ом communicating osci следил за благочестием не только докумации с наглippа и новая согласовало канцер 1 государство государственным чтобы потому что а в российской империи это была не государством в нашем понимании то есть средства есть государстве церковь а была единая церкова туда counterparts на телова во главе которого стоял император. Так вот, духовенство хотело уйти от государственного контроля, от так называемого государственного порабощения. И вот если, опять же, перекидывать мости к сегодняшнему дню, к чему это стремление привело? То есть надо следить по плодам, вот что сейчас творится. Дело в том, что понятно, что в 1917 году духовенство, ну, никто, в общем-то, не рассчитывал, даже сам Ведушкалей не рассчитывал, так сказать, на приход в классе большевиков. Понятно, что это был такой исторический зигзаг. Так вот, в 1917 году, что духовенство хотело, это на самом деле получить от государства, свое место государственного контроля, духовенство получило лишь только в постсоветский период, ну, или там с 98-го, в общем, в постперестроечный вот этот самый период. Можно брать эту точку, ты, наверное, в 1988 год, в этот самый поместный собор, то есть, веки Крещения Руси. Вот только, вот, начиная с того момента, духовенство получило то, за что оно боролось тогда, в начале 20-го века, там, конкретно в 17-м году. Соответственно, в большевистский период можно нам выбросить, ну, между нами, вот сейчас, в известном контексте, там, священство-царство, опустить и понять, что духовенство получило, что оно боролись тогда, если сопоставить поместный собор 17-18-го года и поместный собор 1988-го года. Дело в том, что в 1988-м году поместный собор принял, впервые принял устав русской православной церкви. Никогда до этого, значит, вот такого документа в истории русской церкви не было. То есть, устав русской православной церкви. Так вот, что там говорится о, скажем, по материальном интересе духовенства? Ну, потому что, понятно, что любая революция, это так или иначе передел власти и передел собственности. И вот поэтому, если говорить, 17-й год священства свергло царство, ну, округляя, так сказать, обобщая, можно так, можно так, в смысле, говорить, в каком я же повторяю. И, соответственно, то есть, духовенство одолело своего харизматического конкурента, царя, то есть там, но потеряло в собственности. В вопросе о собственности, потому что большевики, понятно, стали там забирать, там, собственность церковную, точнее говоря, она не была, на самом деле, церковной, потому что, ну, стоит, на самом деле, углубиться здесь, заостриться на этом моменте. Дело в том, что до 17-го года Русская Православная Церковь не имела права юридического лица. То есть, свод законов Российской империи, основные государственные законы, не знали, что такое Русская Православная Церковь. То есть, не было такой организации. То есть, понятно, что она была, что, скажем так, микроорганизация, я имею в виду, там, приходы, там, монастыри, архейские дома, святейший сенот, распоряжался, были там свои счета, была там какая-то собственность движимая-недвижимая, но общего юрлица, там, устава Русской Православной Церкви не было такой организации, потому что церковь и государство, церковь, была неразрывной, неразрывным целым с Православным Царством. И, собственно, вот эти все микроорганизации, там, приходы, монастыри, там, и так далее, вплоть до синода, они не имели права приобретать и продавать никакие из объектов недвижимости. То есть, вроде имеют там церкви, там, какие-то преддомовые, там, постройки, сарай, там, еще чего-то, но никаких сделок юридических, они долив, плод был весь императорский период, в общем, не имели права ничего с церкви недвижимостью делать. То есть, суду надо было запрашивать одобрение, там, благословение, разрешение, точнее говоря, синода, а синод, соответственно, высочайшего соизволения. То есть, получается, если исходить из такой вот практики, была ли церковь, ну, как организация, в этом смысле, собственникам вот этого всего имущества, если она его не могла ни продавать, ни покупать, так сказать. То есть, строго говоря, не могла, не была. То есть, все имущество было казенным, все принадлежало казне, точнее говоря, Российской империи. И, в общем-то, большевики, на самом деле, имели основание говорить, что вот это там собственность, государственная собственность, народная собственность. На самом деле, их вот этот сам посыл, что началась экспроприация церковной собственности, не было лишено юридических оснований ну и вообще-то в церковном праве и он до сих пор вопрос открытый кому принадлежит деньги церкви имущество церкви до сих пор там может три варианта ответов но это ладно не застрянется так вот сейчас ну сейчас в постсоветский уже период начался очередной передел собственности и то есть духовенство взяв верх над царством то есть не стало царя то есть духовенство выше выше царства выше правителей понятно что власть светская священство выше не только царя нет нет проблемы есть царь есть проблем нет нет проблем священство выше государственной власти кстати говоря пока один из показаний тому что например президент хоть ельцин хоть пути но я смотрю последним документами обращается к патриарху ваше святейшество а вопрос а как патриарх обращается к президентам то есть хоть к ельцину хоть путин как ваше превосходить ваш высоко превосходить невысоко невысоко алексей второй патриарх обращался к ельцину высок превосходить ночью ну пусть ну радости к ну пусть видишь на читал пусть высоко вот нет ну очень превосходить нет ну короче можно спорить например отлично я слежу самая для конечно не все так не занимался но то что мне попадалось тут и тотально превосходить но по крайней мере последний лет пять может быть там на заре когда ты была высоко но очень может быть не спорят но так или иначе значит превосходительство это там по стабили орангах на петровском понесном условно генерал-майор 3 4 там степень то есть получаешь по 3 там президент говоришь ваше святейство тот ему там типа дескать ваше превосходительство священство высшесарство даже хотя бы в этом смысле ну ладно как же так отвлечение так вот пошел уже в постсоветский период передел собственности то есть государство стало передавать церкви имущество и по умолчанию что это несколько церковное имущество хотя на самом деле строго говоря это некорректно у нас потому что раньше было все позиции ну ладно мы не самый интересный момент а самый интересный момент заключается опять же вот в уставе рпц он значит был написан лично устав рпц 1988 года он был лично написан патриархом нынешний таки кирилл гудяеву когда епископа смоленскими и он лично писал устав потом начинал понятным делу переждет значит потом в 2000 году он позволял уже комиссию по разработке устава ну то есть он и в 2000 году тоже причастен но от он лично написал об этом написано в журнале московской патриархии так что источник на самом деле лучше открыть лично он является так вот что там говорится по деликатному вопросу по поводу личного имущества феев то есть вот она так свет материальный мотив есть сравнить то что и духовенство материальное положение епископата до семнадцатого года и вот в 18 там с 1980 и вот эти из два документа сопоставить вот тут открывается неизвеченная картина и здесь можно понять мотив что духовенства хотела получить тогда и очень что получилось сейчас мы сейчас там не то что золото сейчас бриллиантовый век российского архиерейства так вот там сказано кто не верьте проверяйте там в интернете устав рпц на действующие глава епархии называется номер глава менялся поэтому он глава единственно могу ошибиться чем глава епархии пункт примерно 21 сказано начну со второго предложения личное имущество скончавшегося архиерея наследуется согласно действующему законодательству точка все то есть соответственно родственникам своих без каких-либо революции был тотальный запрет на недвижимость вообще без всяких оговорок с движимым имуществом были какие-то варианты архиереи могли замечать свой движимое имущество и клуб без предметов ризиса ничего за это екатерина вторая подарил то есть сейчас личный мужчина согласно законодательству . все то есть соответственно родственникам своих без каких-либо контрольных учетов во втором что такое личное имущество понятно что в нынешнем положении то хоть что хоть там вся планета земля так если там починить мир христу что это самое хочет что движим недвижимое все подряд то есть получается в тысячу в тысяча девятьсот восемьдесят восьмого года как трудами чаянин так сайте и проекции кирилла кундеева нынешнего епископа патриарх как угодно называть вот лично его чайник архиереи полды и получили юридическое право завещать свое любое имущество движимое движимое недвижимое имущество раньше принципиально но самое интересное включается в первом предложении вот этого самого пункта главы епархии по моему дворский повторюсь значит там сказано то постарайтесь уловить брешь где есть находится брешь неизреченная неизреченного размера цитирую по памяти значит лично церковное имущество которому которым распоряжался архиерей силу своего положения и должности и который находится в официальной архиерейской резиденции после смерти архиерея вносит санглевитарную книгу епархии переходит на ее баланс повторяю церковное ключ одно из ключевых слов церковное имущество то есть не лично стяженное именно на церковные церковное имущество которым распоряжался архиерея силу своего положения должности и которые находятся в неофициальных архиерейских резиденциях после смерти архиерея не подлежит внесению и не переводит на ее баланс а дальше читая второе предложение этого же пункта лично и демонстрацию скончавшегося архиерея наследует согласно заказать автор как бы утеряю утеряю терять терять одно из церкви выводит о войска и офшор я очень-то когда вот так с хвостиком назад выйти вот это дело наши глазки округлились я был пришел невречен изумление вообще значит опубликовал тут заметку независимой газете точнее в нго религии был как раз собирался архиерейский собор в феврале того года и очень повестка от собора и опубликованы известно внесены изменим устав рфц я в общем-то публикую эту заметку там с указанием вот этой бреши и говорю что в общем-то предложение снизу зачем слово официально в этом пункте уберите слово официально чтобы церковный может который разбирался в архиерейской резиденции в носят в интернете парке убери зачем официально ну как догадаетесь как раз судьба на моему предложение с этим из них никакого вообще ноль целых 0 10 вообще что изменение были внезены но абсолютно власть так вот вот здесь вот это вот святое вот это вот святое место что архиереи боролись что они получили сейчас опять же вот тут очень много захвата отдельных разговоров я вам просто делюсь и даже не опубликованы мои последние изыскания я благодарен патриарх кириллу который вдохновил меня занять эти занятия темой в общем как вдохновил у меня вот этой истории дом на набережной его уже здесь недалеко я думаю в курсе тоже два года назад это самая там квартиру патриарх или там надо пыль вот это самое собственно говоря вот эти вопросы там имущества монашеского права встали передо мной как он интересно очень тоже и деликатный момент императоры следили за благочестием духовенства а как вот сейчас духовенство архиверии относится к благочестию тут открывается незвеченные сюжеты самый последний пункт ну это конечно со слезами на глазах как говорится все вы знаете мы знаем что есть такой документ основы социальной концепции русской православной церкви с 2000 года архивист собой принял и там так или иначе наверно многие из вас слышали вот этот самый там там голубой скандал на рубеже вот этого года декабрь и январь вот этого андрей кураев там как-то поднял шум шумиха была и так далее так вот и как-то ночью тема понятно широко обсуждалась дискутировалась и очень-то я свежим взором открыл как-то мне вот этот самый документ основа социальной концепции попалась на глазах а там отдельный пункт и стоит там глава ночи несколько страниц там пространное дело как раз посвящено отношение церкви гамма социальным связи там написано много там хороших все слов замечательным суток сайте естественно но встает вопрос пояснить на чему экскурс сделать епископы входит ли в состав клира вот тут вопрос на самом деле тонкий дело в том что раньше там в первые века очень когда в клир входило все все духовенство но в евангелие после везетистской империи то есть в клир входило вообще все духовенство от причетников нижних казарин там был касаемо там вплоть до патриархов но потом уже кстати говоря в императорский период ну тут гипотеза такая то есть как бы я предполагаю что когда духовенство избиралась снизу то есть это было понятно клира когда епископы стали ставиться сверху назначаться императорами там патриархами очень так или иначе очень ябиско достали как бы над клиром и вот сейчас есть но сейчас я должна еще в дореволюционный период упоминалась епископы , клирики и миряне и вот это упоминание епископы , клирики и миряне он проходит так сказать во множестве то во вращениях там я другого там пасты то есть в официальных документах упоминается везде епископы , клирики и миряне и в основу социальной концепции также минимум дважды дважды говорится то же самое епископы клирики и миряне так вот мы теперь переходим касательно этих самых гомосексуальной связи цитирую то есть вот среди вот это там нескольких страниц нам говорится правильные все слова естественно не спорим но значит интересно что сказано лица вовлеченные в гомосексуальные связи не могут состоять в церковном клирии там же через пару и не верите проверьте в интернете хоть где открыто там же буквально через два-три абзаца сказано что люди лица за него то есть опять же вовлеченные в эти самые связи не могут занимать начальственное положение в армии и с проектом учреждения то есть получать вот вот как не поверить в голубой лобби вот эта основа социальной концепции в конкретно писала но это еще один из деликатных сюжетов не верьте проверяйте за каждое самое что помогут читать основу социальной концепции то все написано то есть епископ клирики миряне поминается в трех не там и без клирики миряне там клирики там лица состоящих лица вовлеченные лица вовлеченные в гомосексуальной связи не могут состоять в церковном клирии в клирии но мирянам тоже там выграду все да осуждение прочее прочее в клирии а епископа где а епископа у него умолчание то есть будущий епископ может быть голубым и нарушать очень-то базовых социальных этой самой документов это а самый это еще не самое интересное потому что я удалось вычислить его правил нарушает все равно а дальше на дальше я сейчас вам расскажу то есть понятно опять же температурскому периоду же император следил за благочестием всего духовенства без всяких исключений там епископа так вот встает вопрос вот для меня было непонятно тут вопрос о характере и постригов в архиереи то есть упорят чуть-чуть другой сюжет одно дело монашеские обеты мы все знаем их строго говоря 7 если округленного то 3 значит послушание и сижание и целомурия так вот какие обеты еще до революции там середине 19 века полным поводом дискутировался обсуждался вопрос какие монашеские обеты совместимы с архиерейском а какие не совместимы ну понятно то есть какие доводы были что понятно что епископ управляет всем какой кому послушание какой-то послушаем он распоряжается деньгами деликатный момент так сказать ну целомудренно понятное совместим ну короче обсуждали обсуждали очень не было в императорской россии значит разные точки зрения звучали но при этом по традиции епископа русской церкви но опять же среди со средневековой русь и то есть раньше епископы были женаты в вопросов скелена общая обязательно были женаты и на самом деле апостольские правила касательно епископов были написаны как в тот период когда епископы обязаны были быть женатыми не женат и песенов не бы поэтому каноны для других людей то есть для для жена написано так вот в кануне сказано что епископ должен быть безбрачный канон я по шестой вселенского собора и тоже времен там и когда после иконоборческой ереси, когда престиж монаш, когда отстоявший икону почитания взлетел, что отстояли православие, вот с этих времен появилось такое, то есть епископ должен быть монахом. И то это было не строгое правило, на самом деле, предпочтение отдавалось, в общем, 50 на 50 примерно были, в общем, в истории, понятно, где-то колебалось. И примерно там с века 15-16 на Руси епископов стало больше монахов. Ну и в итоге, так сказать, традиционное правило установилось, что, значит, все епископы монахи, хотя, мотивные монахи, хотя на самом деле там бывали исключения, и тогда, и сейчас. Например, там Василий Асборн, правда, нет, сейчас это Василий Асборн, правда, Лишон Сана, он был в рисофорном постреле, вот этот Василий, кстати, и у которого Антоний Бум, то есть векарь Антония Бума в Англии был бы рисофорный епископ. Так вот, короче говоря, забегая, так сказать, это самое, поместный собор 17-18 года на фоне всех этих дискуссий подвел черту и принял документы, два определения, что кандидаты в епископы могут быть в рисофорном пострике. То есть поместный собор, там два о епархии, а епископы, я не помню, и о векарных епископах. То есть в двух определениях проходило, что епископам дозволяется быть не только мантийным, но и рисофорным. Но если он рисофорный епископ, он не может рассчитывать на право, настоятельскую часть дохода в своих монастырях. То есть он не может быть настоятельным в монастырях, ну, понятно, монастырях, и не может быть, соответственно, рассчитывать на, как настоятель монастырей, там, там, а третье, в общем, разное, в общем, на куда-либо долю настоятельских доходов. То есть он не может, так сказать, не имеет права вмешиваться во внутренние, там, в денежные дела в монастыре, если он рисофорный. Но до ее, значит, епископам могут быть, кстати говоря, вот на этом фоне хотелось бы узнать, в каком постриге находится нынешний патриарх период. То есть его рукоположение, ну, не только он, а вообще вот все архиереи, рукоположение до 1888 года. Они на полном основании могли быть рисофорными, так сказать, рисофорными монахами. Так вот, для меня был очень трудно понятен вопрос. То есть поместный собор 17-18 года вводит, так сказать, большое посмотрение для архиереев, что они могут быть рисофорными. Но поместный собор 1988 года вводит юридическую норму, что кандидат в епископ обязательно должен быть мотивен. То есть ужесточение. То есть обычно кто находится во власти, они же для себя всякие там привилегии стремятся прописать там, а тут наоборот ужесточение. И в общем-то на фоне вот этого фунта личного имущества, то есть на фоне такой абсолютно очевидной, явной, там, такая самая послабление, мягко говоря, послабление, ужесточение касательно монашесого апостока. Я не мог понять. И опять же вот на волне, ну относительно недавно ходит, я нашел два высказывания членов синодальной, ныне действующей, синодальной библейской благословской комиссии. Конкретно там был протерея Андрей Новиков, он УПЦ МП, там канонист, ну типа нашего там Владиславцы, где он УПЦ МП, а тут УПЦ МП Андрей Новиков, протерея МП в Одессе служит. И плюс Андрей Кураев, когда он был еще, так сказать, год назад, когда он был членом, сейчас он нет, но когда он был членом синодальной библейской благословской комиссии. Так вот и на фоне вот этой самой опять же истории с квартирой патриархом, им задавали там всякие там разные люди, кому-то журналисты, Андрей Кураев, духовенство, опять же вопрос, а как же и там патриарх может иметь квартиру, в общем-то, собственность. То есть квартира фонд Владимир Михайлович Гундяев, хозяин этой квартиры. Так вот они сказали, то есть они ссылались, значит, они сказали, то есть два члена синодальной библейской благословской комиссии, они сказали, что, дескать, так, епископ, когда возводится, в смысле, когда монашествующий возводится, рукополагается в епископа, с него снимаются все монашеские обеды. И ссылается, было постановление, я разобрался еще по-другому подробнее, то есть иссылается и тот, и другой, и Андрей Кураев, и Андрей Новик, ссылается на жюдеских постановлений Синода Эндимуса 1389 года, что в Консинополе, значит, сам блока. Я, естественно, заинтересовался и, в общем, давай, так сказать, пошел после... То есть у меня вот эта мозаика начала складываться вся, вообще-то, неизреченные картины. Значит, разобрал, что такое Синод Эндимуса, то есть это епископ, то есть орган церковного управления, там, полу какой-то, там, то есть понятно, что Синод это понятно, Патриарх понятно, а Синод Эндимус это собирались все архиереи по разным поводам, которые съехались в Констинополь. Ну, просто по факту, кто здесь, давайте собираемся, в общем-то обсуждаем какие-то вопросы, принимаем какие-то резолюции. Ну, понятно, что статус этих резолюций, ну, в общем-то, и непонятен, потому что Синод, обычный Синод, выше, чем Синод Эндимуса. Так вот, откуда взялось это постановление, о котором... А, значит, суть постановления непонятна. Значит, обсуждался вопрос, то есть текст этого определения Синод Эндимуса не дошел до нас, а он дошел до нас в пересказе митрополита, там, верная, там, куда-то, бенгро-валакского, в каком-то письму кому-то, и причем невозможно отделить мнение вот этого митрополита и определение самой Синод Эндимуса. То есть он говорит, что если Синод Эндимус обсуждал вопрос о монашеском и епископов, ну, в общем, иными словами, источник недостоверный, исторический источник недостоверный. То есть его нету, там, в пересказе каком-то, значит, там, какой-то непонятный тоже пересказе, без всяких цитат. Так вот, ну, суть, значит, что если епископ, в смысле, если монах становится епископом, снимаются все монашеские обеты. Но, соответственно, встает вопрос, то есть, когда, кто, когда руководствовался этим самым постановлением, откуда оно вообще взялось? Оказывается, это постановление неизвестное ни в Констинопольской церкви, ни, понятно, ни в Русской Православной церкви, ни издано там ни на церковном славянском, ни на русском до сих пор языках. А, причем, значит, я нашел, чуть-чуть отвлекусь, значит, относительно монашества епископов, мнение патриарха, я уже не помню, кого, конца рубежа 19-20 веков, там, профессор Карташов, Московской Духовной Академии, спрашивал, опять же, сжал с ним вопрос о монашестве епископов. Он говорит, наши епископы не монахи, это патриарх ему говорит, наши епископы не монахи, они лисофорны. Они и сейчас, в Констинопольской церкви, весь епископа лисофорны. Ну, так, никто никогда, ни в Констинопольской церкви, ни в Русской церкви не ссылался на это самое 1389 года, вот это абстрактное постановление. Откуда оно взялось? Был, значит, французский археограф Дарузес, ну, там, не монах, там, езуит-монах. Ну, короче, ученый-архивист, и он в 70-е годы, на протяжении 70-х годов, он издал многотомное собрание актов Констинопольского патриархата и вообще все, что он нашел. И вот, в частности, вот он нашел и опубликовал вот это вот постановление Синода Ингимуса, и вот наши архиереи, то есть, в 70-е годы, то есть, она, давайте, вот видите, вот написано Синода Ингимуса, который вообще никто же в виде нигде же, не ссылался никто никогда, и вот они, давай на него ссылаться. Ну, как ссылаться? В учебниках церковного права ничего нет, там, каноническое право, то есть, они решили между собой, вот, буквально, фактически, то есть, нигде об этом не упомянули, кроме того, что, вот, кстати, вот они признали, вот эти два женщины, признались, то есть, причем, это не архиереи, а, ну, понятно, члены Синодельной Бибельской Борисовской Ассоциации, то есть, они внутри себя не рассматривали этот вопрос. И вот получается, что архиереи решили, что, ну, поскольку все монашеские обеты снимаются, читая постановление, вот оно, не мы же придумали, вот, 1380 взятый год. Ну, а то, что никто не видел нигде же там, ну, это не представляется, очень классно, ну, видите, вот написано где-то там чего-то, все, значит, все, значит, мы не монахи, и, соответственно, снимаются все монашеские обеты. И вот на этом фоне, они, как я понимаю, ввели вот это уже, якобы, ужесточение нормы, что и нынешний епископ обязан быть в литийном доме. То есть, они, то есть, сопоставить, то есть, на протяжении 70-х годов, то есть, издали вот это постановление, и тут же, ну, где 70-й год, там и 88-й год. То есть, буквально, ну, фактически, незадолго до собора. И вот они, так сказать, что давайте ведем, чтобы починить церковь, поставить ее под свой контроль, уберем, то есть, ведем, во-первых, жесткую норму, уберем от рисофор, что обязательно должны быть монтийные монахи, но мы-то знаем, мы, архиереи, знаем, что на самом деле все это, так сказать, для артуража, для хрустаков, для чудаков. Ведем, что пусть мы будем такие, так сказать, во-первых, а во-вторых, мы будем иметь юридическое право всегда, без всяких исключений, накладывать лапу на доходы монастырей. Потому что и сапорные епископы, согласно постановлению в поместном соборе 17-го и 17-го года, не имеют права на архиереи, на доходы от монастырей. И все, то есть, получается, вот эта норма была введена, чтобы всю пирамиду выстроить, опять же, под патриарха. То есть, если все в архиереи мантийные, мы, ну, мантийные это для чудаков, мантийные это, значит, для антуража, для декорации, мы-то знаем, что можем женить, нет, епископы не могут быть женатыми. А что такое не могут? То есть, по канону епископа, то есть, монашеский обед целомудрый, и канон, о необходимости быть епископом безбрачным. Понятно, что делают абсолютно разные вещи. Что такое епископ безбрачный? В штампике нет паспорта, значит, безбрачный. А дальше живи хоть с кем, хоть как, хоть вообще. Мы же знаем, что епископы, епископы, что мы не монахи. А дальше тоже читает самую основу и социальный концепт. Может быть, голубые линии? Главное, без шампиков паспорта. Так вот, вот за это... Да, ну, для мирян, для чудаков, для смертных, то есть, мы же нигде не прописываем, ни учебник, ни цифрового, ни канонистик, ничего. То есть, это знает узкий круг архиереи и члены синодальной библейско-богословской комиссии. Очень узкий круг. Но они проговорились. Я их, это самое, двух поймал. То есть, не один, а двоих поймал. И ссылается на... Независимо, причем, ссылается на одно вот это, 1389 год. Так что, кто знает, архиереи знают вот это постановление, 1389 год. Так вот, в общем-то, на фоне вот этого самого, что сама РПЦ, если так обобщая, так сказать, что сама РПЦ говорит, что у нас в РЦ нет никакой преемственности, читая устав РПЦ, что, соответственно, монашеское право теперь, что епископы, они с ним автоматически, они договорились между собой, без самих юридического храмления, что снимать с ним все обеты, никакого контроля, никакого учета ни со стороны государства, ни снизу духовенства, контроль, конечно, есть, пустой пропел сверху. То есть, любого епископа может там синод проверять и патриарх, но если оказывать знаки любви синоду и патриарх, а лучше знаки много любви, то, в общем-то, все у тебя будет хорошо и благо тебе будет. Вот, то есть, вот если все это в комплексе посмотреть относительно, значит, что они могут стяжевать, распоряжаться, завещать, что все это вне монашества, что и там голубые связи, и вот это все остальное и прочее, вот за это они боролись тогда. Вот сейчас, вот золотой, даже бриллиантный век российского архиерея получили. Да, вот за это они боролись тогда. Добилились. Добилились. Нет, это в советский период, с периодом, да, за что боролись, хотели без царя и это самое, но вот сейчас они, они не наборолись. Вот именно за это, вот они боролись, вот именно, чтобы у них вот сплошное благо, и сейчас на фоне, сейчас же идет полная динамика, какая? Абсолютизация, архиерейская власть и, в первую очередь, конечно, патриаршество и власть. И вот эта вся динамика нам... Ну и папизм, естественно. Опять же, это проблема, то есть священство, какая? Не Цезарь, а Папа Цезаревич. Ну, нет, Патриарх и Папа Цезаревич, и, кстати, Проханов вбрасывал, ну, я такие сюжеты интересую, естественно, сама, два или три раза, а не только, и Проханов и Дугин вбрасывали такие тезис, ну, это когда еще Кирилл, еще даже не был патриархом, или только он стал патриархом, очень такие, что там, что он будет президентом, что там, ну, Проханов говорил, что, дескать, открывать, представим себе, значит, там открывается дверь и вошел Кириллевского дворца и выходит, значит, там во всем, там, там величам в облачении там патриарху, значит, там церемонии мессер объявляет, что президент Российской Федерации, запитая, патриарх Московский и так далее. Ну, это, значит, не прошло. Ну, то есть, вот это священство царства, оно, конечно, и до сих пор живо, конечно же. Ну, это должно же как-то все равно порядочиться, что ли, или вот как-то, ну, во что-то раз будет решить будущую воду. Нет, ну, конечно, обер-прокуратура была абсолютно благом для церкви. Ну, да. Ну, опять же, с какой точки зрения, со стороны государства благом, а для духовенства, конечно, величайшим злобом. И спросите у любого, так сказать, что понятно, что против участия государств и благ церкви, ну, понятно, что сейчас сравнивать нынешнюю власть, там, светскую, некорректно с царской, крайне же может быть. На императорской обер-прокуратуре, конечно, было очевидное благо для церкви, для всего православного народа, точнее говоря. Да не точнее, потому что вся империя была, она и была церковью. Ну, да. Но как-то вот отделить симфонию от синодального периода на эту сторону. Вот два таких момента. Нет, ну, симфония это вообще миф. Мы просто симфония священства, император Ильцар по недомыслию своему, так сказать, вознес на словах, на словах воспелого духовенства и священства, точнее говоря. Но де-факто при том же самом даже иусиньяне никто, то есть один был глава империи всегда, и тот же самый иусиньян, и после него император. Это просто поэтическая такая метафора, что там священство и царство на практике и де-юре и де-факто никогда ее не было. Это так, мечтание, мечтание, история столбская. Касательно вот этой самой, что там, за два часа чемоданчик собирать, вот вы правильно упомянули вот эту самую историю с Омской епархией, инцидент, не инцидент, а просто подтверждение моей правоты. Вот как раз я опубликал эту статью где-то в январе-феврале того года, и буквально теоретические умозаключения, как можно церковные имущества выводить из церкви в гражданский офшор, то есть своим родственникам. И буквально там месяц-полтора, максимум два прошло, и вот этот скандал до Омской епархии. То есть в чем суть? митрополит оформил дом на себя, ну то есть когда в Уберенном говорит, что вам хорошо жилось, вот знаете, я вам дарю особняк, что у вас была там епархия, ваша замечательная жизнь. А что такое дарю вам? Он оформил на себя, как на физлицо. Весь австратранс сидит, епархия, автобусы, микроавтобусы, все было оформлено на этого самого. Поэтому за два часа собраться и куда-то уйти без проблем вообще, и чтобы осталась епархия голая и вообще ничего делать. Сильно оформлять так вот в этой в Омской епархии не оказалось ни особняка вот этого, ни всего автотранспорта, ни икон, ни денег. И все это, я не знаю, конечно, сроки там час, два, три, да какая разница, если на нем, на епископа все оформлено, если у него хоть сколько этих неофициальных резиденций. То есть из официальных, конечно, с чемоданчиком заполучать, конечно, можно уйти легко, да хоть за пять минут и в любую неофициальную резиденцию вселяясь. И вот получается, что вот это подтверждение, как бы практическое подтверждение моей теории, то есть это такой триумф теории и практики. В науке это как раз физики, так сказать, что если теоретически какие-то выплатки подтверждают еще практика, это вот как раз триумф, или считается это? Ну, это и много информации, когда был нынешний патриарх, митрополит Калининградский. Тоже очень достаточно была информация Калининградского. Речь идет не о том, что там кто-то кто-то сколько украл, а и речь о том, что прописан де юре, есть такие бреши, де юре, такие нормы. Ну, можно выводить. Ну, что это? Кто это писал-то? Для кого? То есть это неграмотные люди сидят там, юристы в московской патриархии, что у них даже нет фантазии, в смысле, не фантазии, соглашение, с ПМЦ.